Девушки отдыхают Кстати, ведь мамаша-то и свет простыл И Карл, мы не даем ему отращивать волосы, потому что они у него торчат, как острожилы, и вши их обожают Дебби неспослана нам богом, чистый ангел За карманы при ней держитесь покрепче, но девчонка она добрая Но Элен точно станет звездой Шейла, птичка моя, счастлива до невозможности, всего-то пары шариков в голове не хватает Потрясные соседи Кеф и Вероника Одолжат все, что угодно, ну почти все Карл и Марти, адские соседи Последние одинокие сердца и влажная ночная фантазия любого психолога Ну, никто не идеален И каждый из них знает самое главное Без чего в этом мире прожить нельзя Это как замутить вечеринку Бесстыдники Бухаем! Приходи, они сказали Пам-парам-пам-пам Говорят, ложь успеет обойти полмира, пока правда еще только обувается Что чистая правда, поскольку ложь – это наша валюта Стойка закрывается на полчаса У нас тоже Новый год, вообще-то Бывает белая ложь и ложь черная Пара-пам-пам А еще бывает ложь совсем в пизду психоделическая Та, которая сносит вас с дороги И вы летите вообще в кювет, потому что такого не ждали Дико, нормально Ну вот и оно, внимание, вот оно Начался отсчет времени Сверим часы, уже пора Вот они, плоды Плод чрезил моих, все четверо Пять Люблю вас, как пастырь любит свое стадо Один С Новым годом! С Новым годом! Эй, новогоднее обещание Курить больше сигарет С этого момента пачку в день И еще я больше буду работать на поганых стрипо-граммах И брошу делать зарядку Можно ведь реальные вещи загадать, да? Вообще-то у меня есть кое-что для тебя Занятие по литературе Ты все время говоришь о том, что не умеешь читать Да Но это же занятие, домашнее задание и прочее Не уверен ли? Если ты все-таки не хочешь всю жизнь прожить крановщиком при пивном кране Придется приложить усилия О боже Что? Что такое? Это твоя мамаша Ты ела арахис? Всего горсточку джин протолкнуть У меня аллергия Черт! Мог бы и предупредить Кто-нибудь, помогите! Что ты с ним сделала? Он умирает Она поплетичит Как его... У него горло отекло Кейп, неси воду Две минуты всего в новом году и уже такое Это знак Никогда не связываться с женатыми мужчинами Золотое правило Господи, прошу Не допусти, чтобы это случилось именно со мной Я знаю, последние годы я сбилась с пути праведного Но клянусь тебе, позволь ему жить И я вернусь к тебе, Господи Если ты слышишь меня в эту особенную минуту Спасибо 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 Он сделал это Он услышал Боже милостивый Не желаете помочь тем, кому повезло меньше вашего? Нет ничего более печального, чем бит больного ребенка Будет и на нашей улице праздник Удивительно, какими щедрыми способны становиться люди на холодном ветру Благослови тебя, Боже Дебра Дебра Для того, чтобы давать образование католическим детям Да, но ему ведь всего пять лет Грешники начинают рано, Дебби Мисс Мердек и я будем посещать вас на дому по понедельникам в десять Если ты передашь это своим родителям, я буду очень благодарна С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом Полиция, полиция, это налет Прячьте свою дурь Это налет, у них с собой не ухачи Йен Ну не сегодня же, нельзя же так Кто сказал? Правила приличия У нас есть основания полагать, что в этом здании продаются и употребляются вещества, оборот которых контролируется законом Конечно, употребляются, это же новогодняя ночь Сюда Проверяю просто, хватит ли нам льда Можешь меня арестовать в любое время Отцепись Да отвали ты Эй, эй, черт Кто его натренировал так делать? Крученый ты блядский Один есть, сержант Отцепись Оставьте его в покое Мы снова встретимся Где я пока не знаю Когда не знаю Лучик Но я знаю точно Где ты взял дурь, Фрэнк? Избитая баба на автобусной остановке На Белл-Шоу-Лейн В том конце, который в Бёрнинджи Но я её не мочил Она уже была мертва, когда я обжарил сумку А следовательно Следовательно Взял ли я сумку? Сумку я не брал Оставил её там, где она и была Из уважения к тому, что она давно прижмурилась И затвердела, как старушечья манда Потому что в ней ничего не было? Да А ещё от неё воняло с саниной Так, значит, кража, хранение С подозрением на сбыт Сбыт? Блядь, да вы что? Блядь, да кому? Неважно, всё это выглядит, Фрэнк Очень неважно Разве что На кораблике плывём В магазин сластей вдвоём Карамельки там загорают под Да пьебись ты Солнышком мятным О, он готов Готов совсем Приветик Дебби Счастливого Нового Года Спорно, папа дома? Да, но он ещё не ложился Письма из школы У Леома большие неприятности Они будут приходить домой И? И ты один из его родителей Папа, это очень серьёзно Если его исключат, соцслужба начнёт вынюхивать И что ты хочешь, чтобы я сделал? Пообещай, что будешь у нас в понедельник Ровно в 9.30 Обещаю Пообещай, что не забудешь Крест во всё пузо и так далее У нас кончился спрайт Так что я налила тебе водки Вот, держи Это просто твой серотонин Зимняя депрессия Всем в январе становится немного грустно Или просто я измотана без копейки и скучаю Есть, попробуй Не хочу я есть Я и не знала, что ты уезжаешь куда-то Духовный поиск Очищала грешную душу И что такого случилось? Обрела на дороге в Дамаск Правда, в моём случае это был женский туалет Я всего лишь одинокая женщина в поисках любви И он это понимает Когда я в нём нуждаюсь, он меня слышит Бог не существует Лиам Он не настоящий Вставай, пойдём Ты единственный, кто будет по мне скучать Ай У меня вши Чёртовы вши, господи, что, разве ещё хуже бывает? Бога нет Бога нет Никакого Бога нет Лиам, послушай меня и внимательно Тебе нельзя продолжать так говорить про Бога Почему? Потому что людям это слышать обидно Больше не говори так хорошо Больше никогда А когда в понедельник придут милые люди из школы Ты должен побыть очень хорошим мальчиком Понял? Шейл, это Дебби, мой отец там? Кажется, он слёг с гриппом Передать ему, чтобы перезвонил Ладно, забудь Нет ничего более печального, чем вид больного ребёнка Вши ведь нам ни к чему, правда? Входите Здравствуй, Лиам Хорошо встретил Рождество Да, спасибо Не хотите ли чашку чая? Нет, спасибо Нам просто только переговорить быстренько с вашими родителями И потом мы сразу отправимся дальше У мамы с папой сегодня не получилось Они просили передать свои извинения Боюсь, так не пойдёт Мы вам отправили три письма И ни на одно не получили ответа Весь смысл посещения на дому И состоит в том, чтобы была возможность Открыто обсудить наши тревоги Школьная администрация очень серьёзно относится К родительской ответственности Где они? Почему они переложили всё это на тебя? Тебе ведь полагается быть в школе Что здесь на самом деле происходит, Дебора? Но дело в том, что на них столько всего навалилось в данный момент И им очень нелегко приходится Всё время отпрашиваться с работы, чтобы ходить в больницу Это не честно Всё это не честно Я поговорю с учителями и введу их в курс дела А вы можете попросить их не упоминать об этом Прикарен Его сводной сестре Она его отводит домой после школы Она и так безутешна Рак – ужасная вещь Вам не кажется, что Бог его так наказывает? Нет, Деби, пожалуйста Не мучай себя такими ужасными мыслями Вот и пришло К нам Рождество Сегодня веселятся все Если я ещё раз услышу эту песню, а кое-какому гондону челюсть сверну А, Джесс? Насчёт уйти на пару часов вечером всё в селе? Это что, будет регулярно? Я учусь читать, Джесс В один вечер это не случится Тогда читай по моим губам Я управляю пабом, не библиотекой Если тебе нужны отгулы, найди кого-нибудь на замену Желательно молодого, сексуального и женщину Проблема решена Полный дом детей Без вшей никак не обойдёшься Отвратительно, блять Знаешь, в чём твоя проблема? Ты слишком чистенькая Если ты встречаешься с нашим Марти Тебе придётся понизить планку Когда мы были детьми, он носил трусы Не снимая так подолгу, что нам приходилось их изжигать Может, оттуда и началась его страсть к поджогам? Падди, не треснет Что не треснет? Твоё лицо Я в депрессии У тебя в животе еда, одежда на теле И чувак, который боготворит твои следы Так в чём проблема? Я не знаю Тебе нужно солнце Марти, где я его возьму в середине чёртовой зимы? Разве что у тебя найдётся лишняя тыщёнка Свозить меня в Рио Нет Ну, я сделаю тебя счастливой Привет, Кеф Привет, Дебе Рассказывай Что? Я же сказала тебе не снимать Дебе, какую хуйню ты опять устроила? Никакую Херня В школе думают, что он болен Хуже, чем болен Один из учителей зарыдал у меня на плече Она не имела права Я специально предупредила её, чтобы при тебе ничего не говорила Ты в своём уме? Что это, блядь, за игры такие? Нельзя же просто ходить и рассказывать людям, что... Лем, сходи-ка в ванную Не хочу Делай, что тебе говорят Они собирались его исключить Что означало бы инспектор из отдела образования Означало бы визиты на дом, соцслужбу Потому что, если ты ещё не заметил Никто нас не воспитывает Этого тебе хочется? Чтобы по дому шастала толпа хлопотунов? Чтобы государство за нас решало? Потому что так и будет Нас всех разделят Зашвырнут в приют Или отдадут в первую встречную приёмную семью Но почему ты нам не сказала? А что бы ты сделал, Лип? Перестал бы на пять минут трахаться? Исключить за что? Они думают, что мы атеисты Он всё время отрицает существование Бога Ну и откуда он это взял? Кто ему сказал, что Бога не существует? Меня не обвиняй, я молюсь Это я Зачем? Потому что это правда Депс, он же ещё маленький Именно, поэтому мы не должны ему врать Ты и раньше корки мочила Ну это пиздец Золотая медаль Так, что ты им сказала? Как они тебе поверили? Набор разных видов рака Их лечат ежемесячными курсами химиотерапии У меня письмо из больницы С расписанием его сеансов лечения Но никакого письма у тебя нет Потому что он нихуя не пациент Спасибо, не надо Она не захотела его читать Люди всегда так Может он поправился? За ночь? Нет, он прав Это единственный выход Отрастит волосы, и мы притворимся, что лечение помогло Но всё должно остаться между нами Чем меньше людей в курсе, тем больше шансов замять это всё Да, секунду, подождите Подождите Подождите, подождите У меня только одна пара рук Пинту, пожалуйста Я заказывал два светлых Это же ведь не ядерная физика Когда уже до тебя дойдёт? Чего ты хочешь, милая и светлого? Без проблем Две пинты, да? Я просил чипсов Вечерняя школа, бля Джесс, можно я это одолжу? Да, да, ладно, забирай Спасибо Ну же, Лиллиан, у нас тут сегодня в три ряда паркуются Предложение Банни переступил порог, и меня настиг порог Мы видим пример того, как слова, звучащие одинаково, означают разные вещи А если добавить «и неплох бы там был порог» То мы бы увидели, как появляется и третье значение Откройте учебники на третьей странице и найдите несколько примеров этого правила Прочтите, а потом мы пройдём их вместе Мне нужно в туалет, мисс Грязная сучка Хочет меня засадить Высшая мера Я был непослушным мальчиком Ты там надолго? Я шланг чиню Иди в другую кабину В какую? Да откуда, блядь, я знаю Иди на пожарную лестницу Мне нечем подтереться Спасибо, друг Люди думают, что я несчастный? Нет Ну, вроде того Лем Послушай меня внимательно, хорошо? Это игра, в которую мы с тобой будем играть Поэтому делай, как я скажу И неприятностей не будет Если думают, что ты несчастный Ничего страшного Пусть и дальше думают, ладно? Это часть икры, понял? Всё, отправляйся У нас проблема Не найдётся мелочи для фонда маленького Лема О, благодарю Спасибо вам огромное, спасибо Джентльмены, найдётся у вас лишняя мелочь в карманах Лезьте поглубже Вот Спасибо огромное Чудесно, спасибо Фунт? И всё? Маленький ребёночек на пороге смерти, а ты на фунт расщедрился? Мы его в Диснейленд посылаем, а не в Камелот Жаль услышать такое о твоём Леме Какая жалость Сначала я про другого Лема подумала, про идиота из группы Оазис Ещё сказала Морин, он и сам за свой вояж заплатить может Мне очень жаль Если они начали бабло собирать, мы в дерьме по горло Откуда Джесс узнала? Это отец Крайтон, он обходит бабы со своей жестянкой для пожертвований Довольно? Я же не знала, что они соберутся послать его в Диснейленд Я с ним поеду У них там здоровенные аттракционы, типа космических горок Не только Микки Маус Всё вышло из-под контроля Есть только один выход Нам придётся пойти и рассказать им правду Остановить, пока не стало хуже Я не стану этого делать Тогда я стану Огромное вам спасибо, очень щедро Благослови вас Бог О, спасибо вам Химиотерапия – современное чудо Определённое Могу я вас угостить, Фрэнк? Определённо Да что тут за хуйня происходит? Так, папа, слушай Мой собственный ребёнок и никто мне не сказал Я всё узнаю последним, как обычно узнаю в пабе От чужих людей Вот значит как Вот до чего мы дошли Мои собственные дети держат меня в неведении Что ж Похоже, блядь, кроме самого себя мне винить некого Блядь, но вы же могли Мой маленький лем За что? Маленький лем Моя кровь и плоть Нет, пап Послушай, дело в том Общество объединяется перед лицом беды И именно так мы и поступим Поэтому я с удовольствием открываю марафон в поддержку Лема Галлахера Фрэнк Прибежала, как только услышала Мам, послушай Не сейчас Если ты им скажешь, узнают все Лем умирает Чудо, что ты вообще вспомнил, как он выглядит Тебя, блядь, спросить забыли Когда ты последний раз провёл с ним день? Возьми его с собой куда-нибудь, развесели, а ещё называешь себя отцом Подожди-ка Блядь Она права, Фрэнк Ему нужен его отец Им всем нужен их отец Мы должны быть с ними, как настоящие родители Ну да, да, конечно Я хотел сказать Мы можем переехать Так мы все будем вместе Ты и я, и дети Одна большая счастливая семья под одной крышей Надо поговорить Ух ты, боже мой Он как из Чернобыля Дебби нужен мозгоправ Насколько тронутой надо быть, чтобы такое выдумать Это девочка, которая пытается вырастить ребёнка, который даже не её Её похвалить надо За то, что выдумала прорак? За то, что справляется без родителей И с кучей братьев, которые ждут от неё, чтобы она вела себя, как их мать Они ведь нас поубивают, ты же знаешь Они скинули сотни фунтов Зарплаты, пособия На что? Это же наёбка Если сказать людям правду, ну что плохого случится? Терезу Тейлер, помните? Читайте подробности Фальшивые благотворительницы подожгли дом Бессердечная сука боится за свою жизнь Читайте подробности Если решат, что вы за счёт ребёнка бабло вымогали, нихуёвый костёр разведут Можно сказать, что произошла ошибка Например, что мы думали, что это рак, а оказалось, что это свинка Но я хотя бы пытаюсь Нам придётся молчать в тряпочку, даже если это значит не сказать отцу и Шейлер Нельзя, чтобы они думали, что он умирает Ему тоже нельзя верить Всего пару дней Когда всё рассосётся, скажем правду Фрэнку не повредит любить своего сына чуть крепче Закончили уже про меня? Мы не можем просто взять и туда переехать, Шейла Фрэнк, ему нужна мать Они вроде неплохо справляются Фрэнк, ну он же твой сын Ну же Я знаю, но... Как сказала актриса Марти Кейн, когда узнала про свой рак Вы должны драться так, как будто это ваш худший враг И смотри, что с ней случилось Смейся сколько угодно, я это у твоей мамаши одолжил И где все спать будут? Видишь Им же понадобится отдельная комната Нам придётся переделать гостиную в дополнительную комнату Тогда нельзя будет ходить к соседям Негде будет уединиться Не то чтобы нам было что скрывать, но мы взрослые и нужды у нас очень взрослые Нет, нет Нет, Шейла Ничего не выйдет Не знаю, вся логистика не в пизду Мне надо сесть и ещё подумать Какого хуя? Это что такое? Это что, нормально? Кому-то это кажется нормальным? Это для депрессии Сью Облегчаем или усугубляем? Что происходит? Они переезжают сюда Кто сказал? Нам могли бы и сообщить Ты здесь вообще нихера не живёшь Не обращайте внимания, места всем хватит Давай, Сью, поможешь с уборкой Я не могу, от пыли у меня мигрень Ну же Подарок для Сью Домашние животные помогают от депрессии Хорошо, класс Увидимся на следующей неделе Ну и как у вас получается? Пять из пяти, отлично Вы как будто Мой любимчик Мне пора, мисс До свидания Какого хуя? Билли Ебал я тачку, которую ты мне продал Ты мне сказал, что она ни разу не палёная Что видел, то и купил И это было пять лет назад А теперь отъебись Наш сатана-барсука поднял Похоже, вас нужно подбросить Что ж Дальше мне в другую сторону Отсюда дорога прямо к моему дому Так что Как оно будет, Кеф Послушай, дело в том, Сирена Что дома меня ждёт подруга И как бы я этого не хотел Она мне хрен оторвёт Она ничего не узнает Мой опыт подсказывает, что женщины узнают всегда Как скажешь Но я знаю, тебе хотелось бы Иначе ты бы не выскакивал подрочить На середине моего урока Я тебя поимею, Кеф Так что на твоём месте Я бы просто Смирилась С этой мыслью Спасибо, что подвезла Эй, там ребёночек умирает А ты занимаешься вот этим Ну продолжай, грязный ты ублюдок Давай Шейла, любовь моя, угомонись У меня полный дом голодных людей Мы это в жизни не доедим Нужно откладывать энергию про запас Я приготовила завтрак, ужин и полдник Что останется, заморозим Они сами о себе позаботятся Ты что думаешь, они тут голодали, пока мы не переехали? Посмотри на них Тут никто не выглядит, как подыхаю Просто перестань готовить нахер Ты как одержимая Фрэнк, нам нужна еда Это то, что сохраняет здоровье К тому же, маленькому Лэму нравится, правда? Мамин маленький помощник О, моё ризотто горит Если ищешь наркоту, то я её в бачке спрятала Нет, нет, я просто Чуть-чуть травы, чтобы снять напряжение В смысле, то, что с твоим братом И то, что я снова здесь, всё немножко Пап, насчёт Лиама Дело в том И какого хера вы здесь оба делаете? Ищем твою дурь Ну, удачи, потому что у меня ничего нет Никакой наркоты И ты ещё называешь себя тинейджером? Эй, а где у Яна, нычка? Останови, Джесс, она разговаривает с журналисткой Ты шутишь Она устраивает день благотворительности для Лиама Господи Придётся сказать ей правду Джесс, да ты в своём уме? Она же нас обоих уволит Нельзя, чтобы это попало в газеты Если она начнёт проверку, нас распнут Погоди-ка, я же не ходил и не рассказывал направо и налево, что у него ебучий рак Я тоже Ты не остановила это сразу, как узнала Я пыталась защитить Дэби Ага, и смотри, что вышло Эй, что случилось? У нас проблемы Мероприятия, знаменитости, благотворительная ярмарка Всё для одной цели Помочь больному ребёнку в его тяжёлый час И я так понимаю, вы несёте выручку от бара Не давите, милочка Мне тоже на жизнь надо зарабатывать Ладно, я всё записала Хочу принести фотоаппарат, снять Лиама и его семью Первая полоса? Зависит от того, будет ли убийство Конечно, больные дети хороши Но у нас он только один, а с убийством ничто не сравнится Дайте мне знать, когда подтвердится участие знаменитостей Кстати, как вы назовёте этот день для маленького Лиама? День Лиама Сука Нам конец Может и нет Прикрой меня А где кэш? В подсобке кэш Благотворительные браслеты против рака? Да, рада внести свой вклад Это даже не зарегистрированная благотворительность Но ведь всё равно рекламируют Живая помощь, а разрядка смехом Думаешь, там всё и правда из-за больных детишек затеяли хуеня? Всякий раз, когда бонус рёт, он получает миллионы От него я не перестану быть нищей Мы в жопе Помочь можешь только ты Сечёшь, вся проблема в том Что ты всё сводишь к вере Вера Вера А на Земле никто не верит Это всё кап, кап, кап Засуха, голод, цунами Кап, 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 кап Ты в курсе? У нас ведь тут каждый день всё хуже и хуже Всё, блядь, хуже и хуже Так и задумаешься Хуй на него Пусть сидит на облаке и породёнку наматывает Мы для богов, что для мальчишек мухи Нас мучить Им забава Шекспир, ёпта Король лир, ёбана Вот ты охуеть, да пёр же он, а? Ты же не ждёшь, чтобы мы тебя за просто так взяли и полюбили Не жди от нас придите поклониться В пизду, где твоё лекарство от рака? Где оно, ёбаный в рот? Где твоё лекарство от рака, а? Почему не помогаешь маленьким эфиопчикам и маленьким детишкам с двумя сердечками и хуёво работающими ручками? Хочешь, чтобы мы верили в тебя? Нахуй докажи, что существуешь Второе пришествие Воды руками раздвинь, такую зрелищную хуету Такое библическое, понимаешь? А иначе хуй тебе нарыло Эй Фрэнки, познакомься, кирпич Ай, это запугивание и устрашение Домогательство Теперь я понимаю ебучих мусульман Невидный агнец, да, Фрэнк? На кораблике плывём В магазин сластей Сегодня гуляем Бухай, употребляй Без обид, Фрэнк У меня сын умирает Это ж самое подходящее время уделываться в мятый кал Малый шлем Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобой, благословенна ты между женами. И благословен плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобой, благословенна ты между женами. Кеф! Чего ты меня так пугаешь? С чего это ты решил подрочить? Ну, захотелось просто. Потерпеть не судьба? Я не знал, когда ты вернёшься. Так. Что происходит? О чём ты? О тебе. Странно себя ведёшь. Да, нет. Просто эта движуха с Лиэмом я как-то запсиховал. От того, что Лиэм не умирает, тебе захотелось вздрочнуть на малолеток. В школе дело, Ви. Я не могу. Не получается у меня. Ты туда только два раза сходил. Знаю, но так можно месяцы ходить, годы. И ради чего делать то же, что другим, как два пальца обоссать. Да. Тебе же лучше будет. Сможешь работать, где захочешь. Кстати, читать газеты, а не на картинке пялиться. Ты же не просто так передумал. Должна быть причина серьёзная. Есть причина. Там ботанов полно в классе, понимаешь? И дебилов, которые читать не умеют. Чувствую себя как в школе недоделком снова. Ты хорошо справляешься. Не сдавайся и всё. Думаешь, мне нравится вилять булками перед кучей жирных буржуев? Нет, но надо. Потому что летом я хочу отдохнуть. Тебе тоже надо. Так что хорош ныть, хорош дрочить и бегом учиться. Тебе тоже надо. Как представитель местного совета, я рад сообщить, что совместно с начальной школой при церкви Святого Гавриила и местной церковью мы решили посвятить День Лиама сборам не только для маленького Лиама Галлахера, храни его бог, но и для других больных детишек округи. Мисс Мёрдок, отец Крайтон и я договорились, что паломничество на целительный источник в Лурд станет хорошей целью поездки наряду с короткой остановкой в Евро-Диснейленде. Местный совет предоставит микроавтобус бесплатно на всё путешествие. Я хорошо знаю, через что вы проходите. Мы потеряли Тоби в прошлом сентябре. Благодарю. Лишь доброта незнакомцев позволяет пережить горе. Дико! У нас новая злая дурь на подходе, улётная, в натуре космическая. Чем сильнее, тем лучше. Мне нужна прямая дорога к забвению. Не понял. Чего ты не понял? Совет даёт микроавтобус, значит, это придаёт всей истории налёт подлинности. Мы напьём его больными детишками, отправим во Францию и вуаля! Сбор денег сослужил службу. Не всё для Ляма. Он будет одним из кучи детишек. Значит, та репортерша не будет совать нос куда не надо. А тебе что с этого? Муниципалитету рекламу плюс бонус? Виагра. У меня в Толузе дружок, он платит её из Индии. Тысяча упаковок по 10 фунтов штука, по пути заберём. Тут полно вялых херов, будем решать этот вопрос. Водила понадобится. Ты с нами или как? А почему бы и нет? Всё равно деньги нужны на ебучую новую тачку. Может, какую-нибудь Пайс Герлу? Да насрать любую. А только не Джерри, она чёртову псину с собой притащит. Тейк-зет тогда уж. Знаю, с Робби Уильямсом мы пролетаем, но другие-то вряд ли заняты. Могу ей звякнуть, если хочешь. Не нужна нам Сью Поллард. Тебе лучше, Сью? Немного. Но тут главное не торопиться. Депрессия уходит со временем. Ниже, Марти, вот так. Мама пришла. Лиам, кто это? Я твоя мамочка. Я твоя мамочка. Я твоя мамочка. Мамочка. Хватит, Моника. Почему ты мне не сказал? Почему никто мне не рассказал? Он не болен. Это всё ложь. Ошибка вышла. Она не хотела никому навредить. Если бы ты почаще к нам заходил, такого бы не случилось. А, так это я виноват, значит. Ебать колотить. А я-то подумал, что ты виновата. Или ты, или ты, или вот ты. Да нет же. Это же всё Фрэнк и косяк. Очередной. Я так понимаю, тролля-ля с Хуилля-люй тоже были в курсе, нет? Мы знали. Да, да. Тут одни долбоёбы. Я тоже не знала, Фрэнк. О, конечно. Если я вот настолько, блядь, вам важен, так и живите без меня. Фрэнк! Фрэнк! Это мерзко. Это хуже, чем мерзко. Полная дрянь. Почему мне никто не сказал, что Фиона уехала? У вас есть мой номер, могли же позвонить. Связь двухсторонняя. Попробуй сама нам звонить, хоть иногда. Пока вот этого не произошло, мы нормально справлялись. Субботу благотворительный марафон. Нельзя его проводить. Других вариантов нет. Задержишься? Нам бы это не помешало. Тогда все будут думать, что я с вами заодно. Он мой ребёнок. Когда я услышала слово «рак», у меня чуть сердце не остановилось. Не волнуйся, я не останусь. Только пойду с Лиамом попрощаюсь. А я думала, сегодня у тебя занятия. Нет, отменили. Учитель под машину попал. Уж не завязать ли ты задумал? Нет, нет. Там всё серьёзно. Реанимация, жизнеобеспечение. Пришлось даже священника звать, потому как она может... Да не могу я пойти, понятно? Почему? Училка меня домогается. Я просто боюсь, что кончится тем, что я её завалю. Карен, это не смешно. Она по-крупному играет. Поза из порнохи. Всё такое. И Вероника ясно дело не знает. Нет. И пока что она думает, что я хожу на занятия. И долго ты собираешься притворяться? Не знаю, Карен, сколько понадобится. Господи. А если она в тетрадку посмотрит? В мою. Там не будет новых предложений. Ну так напиши. В том-то и проблема, Карен. Не поможешь? Тащи давай. Спасибо. Вернулся? Как стрипограмма? Какой-то алкаш лопоухий сороковник справлял. Хотя у него встал. Значит, я всё делала правильно. Как твои университеты? Дерьмово. Было сегодня предложение про булки. Что это? Ну, съешь ещё этих мягких французских булок да выпей чаю. Это предложение, в котором есть все буквы алфавита. Круто, да? Я сам впечатлился. Каждый день новому учусь. Да что ты, блядь, говоришь? Что? Ты не ходил, так ведь? Конечно, ходил. Смотри. Дорогая Вероника, я не могу ходить в вечерку, потому что наша училка та ещё потаскуха, которая всё время показывает мне свою манду с любовью, Кеф. Кеф! Я хотел рассказать, но боялся, что ты придёшь туда и вырвешь ей глаза. Вероника, она просто хищница какая-то, чисто сексуальное домогательство. Будь я тёлка, я бы мог её засудить. Слышь, ты просто жалок. Не доверяешь себе настолько, чтобы сдерживаться и не трахнуть кого-нибудь? Она от меня не отстанет. Сказала, что так или иначе, но меня поимеет. Я, когда смотрю на неё, уже думаю, что изменяю. А всего-то хотел научиться читать. Не моя вина, что я такой неотразимый. Слишком большая цена, чтобы стать лучше. Буду до конца жизни пиво наливать. Я тебя научу. А разве тебя это не бесит? Возможно. Но мы же пара, значит, иногда должны делать что-то во благо друг друга. Это же всё херня. Корпоративы, днюхи у бисексуалов. Мы озолотимся. Ви, мне как-то ссыкотно вытаскивать прибор перед людьми. Всё будет в порядке. С такими-то причиндалами они тебя всего облепят. Я не могу, Ви. Всего одна шутка про сортельку, и у меня уже не встанет. Ладно, Кев. Можно было застри по грамму, удвоить наш доход, а я бы научила тебя читать договоры. А можно мне быть ковбоем? Фрэнк? Скажи. Бензин. Бензин. Скажи, костёр. Похоже, он не вернулся. Я подумала, он дома будет спать. В нашем старом доме. Спички. Мне очень жаль, Шейла. Последнее, чего бы мы хотели, вас с отцом расстраивать. Вам просто... Верить нельзя. Пизда ведёрная. Пизда ведёрная. Он запомнил? Шейла, помоги нам, пожалуйста. Ты нам нужна. Правда? Пизда ведёрная. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Сейчас пол первого. Мы в Чатсворте, Англия. Добро пожаловать на День Лема! Продержимся. Будет ёбанное чудо. Главное не рыпаться. Каких-то пару часов. А ну, вышли! Хотите попрыгать, идите ебите свою сестру. Пошла ты, карга. Там на вынос всего по фунту. Значит, там и нажирайся, Билли. Позвони Дебби, скажи, чтобы виновник торжества был к двум, и одень браслет. Теперь я понимаю, что Боб Гелдов чувствовал бабло, гоните, блядь! Эй, ты, пиздюшок, ты же не заплатил. Ты охренел? Он же в говно. Йен. Слушай, мы накосячили. Неинтересно. Это было неправильно. Не надо было от тебя скрывать. Неинтересно. Мы были в жопе. Нам надо было что-то придумать. Неинтересно, блядь. Что ж, тогда спроси у себя, почему мы тебе не сказали? А-а-а, Дико, ты-то мне и нужен. Давай, мне нужна космонавтская херня. Это он? Больной мальчик? Почему все хлопают? Притворись суперменом. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравился день Лема. Сегодня особенный день, потому что все мы, жители Чацворта, объединились ради одной цели. Маленький Лем Галлихер, выдающийся ребенок. И он был бы счастлив, если бы мы вместе поаплодировали ему. Я с радостью хочу объявить, что благодаря нашей щедрости мы собрали требуемую сумму 6 тысяч фунтов. Что там такое происходит? Малыш Лем умирает от рака. Хреново, да, зато бесплатная развлекуха. Нет! За что ты продолжаешь наказывать меня? Разве я мало сделала? Мам! Кэрол! Мам! Не дай этому случиться! Не дай этому малютке пропасть! Все нормально, Дебби все выдумала, это игра такая. Лем, нет! Чего? Дебби? Это правда, Дебби? Это все херня! Он ведь даже не умирает! Это разводка, они пиздят наши деньги! Все равно причина достойная. Эти дети заслужили вашу поддержку. На помощь! Что такое? Отец! Он не дышит! Вероника, он не дышит! Он просто нажрался! Почему никто ничего не делает? Он не может так умереть! Кто-нибудь, вызовите скорую! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Папа! Обман дочери вызвал смерть отца. Не смей умирать! Потому что кто нам тогда поможет? Тогда у нас вообще никого не останется. Ты этого хочешь? Одних нас оставить? Мама ушла, Фиона тоже. Теперь и ты за ними. Это нечестно! Так нечестно! Так что придется тебе жить! И дело с концом. Слышишь меня? Не надо было трепаться про Лео, Майрак. Знаю, ты меня ненавидишь за то, что не сказала тебе правду. Но ты мой папа. И я все исправлю, обещаю. Если выживешь, я все исправлю. Извините, разрешите. Дебби, держи. Он поправится, правда, Дебби? Повержен в момент истины. Это библейский сюжет. Десница Господня, указывающая ей, что она вершила чистое зло. Кэрол, хватит! Думаете, я не знаю? Но я не могу отыграть назад, понятно? Отстань. Пусть он будет жив! Пусть он будет жив! Прошу! Куда я одна? Без него я умру! У Фрэнка была серьезная токсическая реакция на отравление, которая привела к шоку. Он не работал с животными? Нет. Нет. Похоже, он принял большую дозу фенициклидина. Это транквилизатор. Ветеринары используют его, чтобы успокоить лошадей. Он ведь поправится? Конечно, поправится. Отлежится пару дней, но он родился в рубашке. Ангельская пыль – штука серьезная, не игрушка. Ангельская пыль – штука серьезная, не игрушка, не игрушка, не игрушка, не игрушка. Ты пока проживешь у мамы. Мам, ты не можешь вот так взять и забрать его? Он меня не знает. Я его мама, а он меня признать не может. И кто в этом виноват? Вы знаете, почему я ушла. Вы уже все взрослые. Ну, почти взрослые. Алиэм такой молодой. Нам нужно проводить больше времени вместе. Иди сюда, дорогой. Мама, не надо. Это нечестно. Нельзя нас еще раз разделять. Так нельзя. Я тебе не позволю. Не лезь, не твое дело. Еще как мое. Ссоры ищешь, Шейла? Не на тех телок напала. Мы его забираем и точка. Только через мой труп. Если потребуется. Нет такого суда, который запретил бы мне забрать сына. Ладно, посмотрим. Только так он покинет этот дом. Хватит! Хватит, говорю! Вы спорите, как будто он потерявшаяся собака. У него есть рот и мозги. Он может сам за себя решить, что ему хорошо. Ему пять лет. А спрашивать его самого не пробовали? Лем, милый, нам нужно решить, с кем ты будешь жить, кто будет с тобой присматривать. Понимаешь? Как думаешь, где тебе лучше? Со мной? Твоей настоящей мамой. И нормой. И нормой. Или тут? С Шейлой и твоим отцом. Тебе решать, братишка. Мы согласимся, что бы ты ни выбрал. На выходные. Я хочу его забрать хотя бы на некоторые выходные. Забавно. Несмотря на все, что тут случилось, мне опять хорошо. Тучи рассеялись. Все благодаря тебе. Я просто хотел, чтобы ты была счастливой. Я счастлива. Когда ты рядом. Ленивая сука! Ленивая сука! Но попугая надо убрать. Пойдем в дом. Ванна теплая, Дасон, вот что тебе нужно. Пора бы начинать следить за своим здоровьем. Не хочу вдавить еще до свадьбы. Я слышал каждое твое слово. Как любопытно. Шейла, ты сама это варила? Да, все просто. Там вино, бренди, палочки корицы, гвоздика. Растворитель! Шейла, разве в Глинтвейн не кладут сахар? Сахар! Из головы вылетело. Наверное, переволновалась. Ладно, добавляйте сахар по вкусу. Выпьем. Будем здоровы. Будем здоровы. Хоть я к такому и не привычен, Но я бы хотел сказать пару слов. Иногда нужен такой вот гром среди ясного неба, чтобы понять, что в твоей жизни важно. И я... И мне трудно говорить, потому что, когда я коснулся Пола, думая, что дни мои сочтены, было мне видение. Такие предчувствия. Ясное, как день Божий. Вот хоть рукой потрогай. Мы с Шейлой сидим вместе. Седые, да в морщинах. У Шейлы в доме, на диване, а вокруг дети наши. Вы все, все до единого. И вы заботились о нас на старости лет. И в чём бы мы ни нуждались, помогали вы безгранично. О, Фрэнк! Нет, нет, ладно, подожди минутку, я договорю, договорю, что... Я прощаю вас за ложь, обман, ибо я знаю, что когда вы мне понадобитесь, вы придёте мне на помощь. Мы с тобой идём домой, к нам домой, чтобы это видение сбылось. Хорошо, Фрэнк! Выпьем! Выпьем! Правду говорят, правда непривычней вымысла. И это правда. В мире полно людей, вытворяющих безумные, больные и ужасные вещи. Да, глянись вокруг. Такого нарочно не выдумаешь, хоть усрись. В следующей серии. Что нового, киска? Хочешь выпить? Давай. Или чего посильнее? Присунешь моей сестре, и ты труп. Бля, ты меня заводишь. Разве это сказал Ромео Джульетте? Убери свою блядскую руку, овца тупая. Мне нужна комната, только и всего. Девица в беде, в поисках приюта. Он умоляет её, она шлёпает его, а он умоляет. Кого, блядь, мы впустили в нашу жизнь? Он нихуя тебе не друг. Дом самой обычной семьи. Озвучено студией «Алексфильм». Перевод «Артели. Напрасный труд». Перевёл Олег Папулов. Редактор Анна Ищенко. Текст читали. Татьяна Монетина, Анастасия Флигина, Семён Ващенко и Александр Досевич. С-Е-Ш-И. С-Ч-О. О-О. О-О. Неправильно. Там буква «Щ». Значит, мне снова попадёт розгай, мисс? Боюсь, да. Наклоняйся. О-О. Мисс. С-Ч-О. 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 С-Ч-О.